В четверг днём на Волоколамском путепроводе уже ничего не напоминает об аварии, которая случилась здесь накануне. Транспорт движется без затруднений, следов ДТП не видно. Однако вечером в среду ситуация была иная. В результате столкновения маршрутки и внедорожника движение по южному мосту прекратилось полностью, а на ближайших дорогах образовались значительные пробки. Авария случилась в половине пятого вечера. Навстречу внедорожнику Митсубиши вылетел маршрутный автобус ПАЗ. От удара иномарку отбросило наследовавший в правом ряду троллейбус. В результате столкновения водитель легковушки отказался зажат в тиски искореженным корпусом автомобиля. Выбраться из транспорта он сумел только с помощью спасателей. Эта авария – лишь один из примеров в длинном перечне ДТП с участием маршруток. Только с начала года в Твери подобных инцидентов набралось уже 17. В них 24 человека пострадали, а двое погибли. Вместе с тем сотрудники ГИБДД отмечают низкую дисциплину и слабую профессиональную подготовку водителей. Проводятся дополнительные профилактические мероприятия совместно с сотрудниками управления Государственного автомобильного автодорожного надзора, сотрудниками Министерства транспорта, в ходе которых также выявляются нарушения, привлекаются к ответственности не только водители, но и должностные юридические лица. Однако с каждым новым ДТП становится все более очевидно, что мер, которые принимают сотрудники госавтоинспекции, недостаточно. Одними административными протоколами и штрафами количество аварий на дорогах в Твери, участниками которых становятся маршрутки, не сократить. По мнению общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере транспорта Владимира Исаева, решать проблему небезопасных маршрутных такси нужно комплексно. Один из главных вопросов, по мнению специалиста, недобросовестный кадровый подбор. К сожалению, по водительскому составу на большинстве предприятий в нашем городе сейчас задействованы, скажем так, ненациональные кадры. Это приводит к тому, что приходят водители, которых трудно объективно оценить по их профессиональным качествам. По мнению Владимира Исаева, профессионального подхода при выполнении своих обязанностей не хватает и сотрудникам угадан. Специалист уверен, со стороны управления должен осуществляться куда больший надзор над перевозчиками. Эта работа, отмечает Исаев, должна вестись совместно с администрацией города. Однако на сегодняшний день убежден омбудсмен, на многочисленные нарушения попросту закрываются глаза. Словом, пока то, что происходит в сфере коммерческих перевозок, вызывает массу вопросов. И главный из них, когда и кем будет наведен порядок, остается открытым. Между тем, печальная статистика аварии с участием маршруток продолжает пополняться новыми случаями. Никита Васильев, Виталий Осипов, РЕН-ТВ Пилот